Моё слово будет и к тем, кто от сердца хочет поблагодарить Господа, и к тем, кто от сердца хочет сказать «Прости меня, Господи». Я прочитаю два места из Священного Писания, 30-е Псалом, и в этом Псалме один стих, 20-е, 30-е Псалом, 20-й стих. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые Ты приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». И известное место Иоанна 10, 10, 2-я половина. «Я пришёл, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Каждый человек хочет быть счастливым. Люди много говорят о счастье, но счастье мирских людей и счастье возрождённого человека совершенно разное. Один поэт пишет, «Счастье не вымереть мёртвою мерой. Каждый о счастье так много мечтал. Счастье есть жизнь с ясной, чистой верой в жертву Голгофа, в святой идеал». И это не только счастье. Мы слышали гимн. «Тот в блаженство вошёл, мир и радость нашёл, кто отдался Христу всей душой». Счастье верующего – это блаженство. В русском языке нет слова, которое могло бы заменить полностью слово «блажен». Славянское слово. Обычно переводят как «счастлив». Мартин Лютер точнее переводит. Он переводит это слово «зейлих» от слова «зейлия душа». Это счастье бессмертной души. Это счастье бессмертное. Это счастье, идущее в вечность. И очень хочется, чтобы это блаженство мы сегодня испытали. Я испытываю это блаженство. Я говорю совершенно искренне, братья и сёстры, смотря на это удивительное общение. Почему я испытываю блаженство? Вспоминаются прошлые годы. И всё познаётся в сравнении. Помню, когда первые курсы были регенские. Ещё у него музыкально-хорового отдела. Братья предложили на Украину переехать, чтобы там организовать музыкально-хоровой отдел. Почему на Украину? В общем-то, потому что больше трети верующих баптистского братства всего нашего союза, бывшего, живут на Украине. И вот я первые курсы проводил. Не было ещё хорового отдела. Один проводил. С утра до вечера все дисциплины. И вот так, почему-то вот Эдуард вышел дирижировать, а я взял фотографию первых курсов. Первый выпускник первых курсов. Там был Володя Шпендер, там дочка Крючкова была. И я посмотрел вот на них. Просто пять-шесть человек не при деле остались. А большинство служит Богу. Но были интересные факты. Я хочу вам сказать, как эти курсы. Если сейчас курсы собираются, там обязательность знаний, нотные грамоты, и всё, столько-то лет проучиться, то там приезжали, которые вообще не знали, что такое нотные грамоты. Один приехал осетин, Руслан, высокий, интересный. Но если кто-то что-то понял за эти курсы, то он очень мало понял. Но экзамены были. И комиссия была, и строгая комиссия. Хотя в комиссии были те, которые нотные грамоты, может, не знали. Но так вид создан был очень строгий. И одна сестричка, дочка Крючкова подошла. Евгений Кейфорович, вы, пожалуйста, не вызывайте меня. Я, наверное, упаду. Хорошо, хорошо. Всё-всё потом, потом. Ну, а комиссия, значит, так, выпускница Крючкова, она вышла, на меня смотрит, умоляюще. А я упустил голову. Если не преодолеет этот барьер, бесполезно. Встала, руки дрожат, но продирижировала. И пошло дело. А вот Руслан этот вышел так, по-кавказски, статно встал. И у него гимн «Боже, услышь меня!» Он как начал мне из-за так, так «Боже!» Так и дирижировала конца. Я потом подошёл, говорю, «Руслан, ну что ж ты, неужели ты понял, что не так?» Понял. Почему ты не переменил сетку? Я посмотрел на вас, вы поняли. А он смотрел, не поняли. Другой тоже не поняли. А что я буду менять? Так и дирижировал. Вот с того начиналось, милая. А когда уже образовался музыкальный хоровой отдел, я приехал в Сибирь. Регинский семинар проводить. Тоже я смотрел. И знаете, я так, оканчивая консерваторию, думал, «Господи, будем ли мы когда-нибудь тебя достойно славить?» Приехал в Сибирь. Конечно, поют от души, поют. Но голоса как бы простуженные и всё такое. И с Дальнего Востока, брат, приехал, помню, высокий, Дуля. Да, Николай. И когда я камертон вынул, у меня в виде ручки, дал тон. Что такое? Я говорю, камертон. Такой маленький, да. Странно. Я думаю, большой. Меня вот отец из багра выточил. Да я всегда вот это ударю. Я всегда думал большой. Братья милые, не думайте, что я хочу вот так. Ну, есть приём такой оратор, вот так, чтобы заставить слушать. Не просто это. Но почему я чувствую блаженство? Вы знаете, ну, может кто-то подумает, что я вот хочу в глаза что-то похвалить? Нет. Я просто поделюсь своей радостью. Хор поёт. Слава Богу. Оркестр сыграет. Слава Богу. Вышла солистка первая петь. Ну, думаю, сибирские голоса. Слава Богу. Певческие вибраторы, сёстры дуэт спели. Сейчас сёстры поют, брат поёт. Слава Богу. И это слава Богу мне хочется бесконечно повторять. Ну, я больше буду о благовестии говорить. У меня тоже очень много связано с Сибирью. Я трудился рядом с Сибирью, Урал. Так получилось, что ссылка была в Сибири. И вот, когда меня прислали в ссылку, сначала туда, на Рымский край, Могочино там были первые души, и милые друзья, неповторимые братья из Томска, всю жизнь, наверное, буду вспоминать, так опекали меня. А то меня перевели сюда, в Зырянское село, и там тоже Господь позволил многим-многим посещать. И там было большое свидетельство, особенно перед надзирателями. А уж они как-то приехали сразу тут, как тут. Сразу кто-то доносил. Вот приехали молдаване. В февраль месяц они виноград привезли, такие кисти разложили, всё. Они тут, как тут, надзиратели. Ничего себе, ссыльничек! Так, посмотри-ка, неплохо тебе бывает тут. Мне вот что-то никто виноград не принёс. Я говорю, миленький, уверуй, отсидишь десяточек лет, и тебе привезут. Но и так братья посещали, оберегали. А потом я там перерубил себе колено, 70 дней был в гипсе нога. Картошку посадил, а выбирать даже еле-еле таскаю. Но доченька моя никогда не оставляла Оля меня. А потом братья приехали. С Ташкента. И надо же, привезли дыни. Ну, а им, видать, было дано задание, чтобы обязательно составить несколько актов, чтобы опять в зону убрать. Ну, и братья видят, я таскаю. Ой, брат, давай дыню покушай. Мы сейчас всё перетаскаем. Ну, а насмотрщики тут как тут, трое подъехали. И опять сборище образовало. Какое сборище? Ну, там кто? Братья приехали. Картошку помогают выбирать. Ну-ка, иди проверь. Тот проверил, говорит, с Ташкента. А, с Ташкента картошку помогать? Ну да, вот так. Стоял, стоял, стоял. А мы как кушали дыню, так три ломтика осталось на тарелке. Ха, ты что, кого обмануть хочешь? Думаешь, я не знаю ваш пароль? Три куска дыни на тарелке. Собрание идёт. Составляй акт. Ну, моя Оля такая всегда была застенчивая. Тут рассмеялась. Я говорю, эх, ты Шарла Холмс. Ну, вот такое было. Помню, как Давид Андреевич приехал посещать. Но он меня раньше не знал. Я подаю ему руку. Он говорит, ух ты. Я думал, скрипать сейчас такую нежную руку. Тут такая лапа у него. И вот эта простота. Но так мне нравилось. И хочу сказать, что многое осталось в памяти. И то, что вот я здесь со своей группой, благовестия, с ансамблем, я вчера всегда видел отклик. Настоящий отклик. Не хочу лицемерить. Это был настоящий отклик. И где бы ни проводили. Снимали и дворцы. И все. Если кто-то говорил, нельзя дворцы. Везде мы проводили. И слава Богу. Валентин так отзывчив был всегда. И мне нравилось, что нет вот такого опломба. Какого, знаете, ложного пафоса какого-то в простоте. Помню, как вот брат Рогальский нас через реки на машине проводил. Ну, думаю, потопит, наверное. Ничего. И так простота отношений. И так это мне всегда нравилось. А в Сибири, когда был, значит, в Томской области, там группки, много сестер, ни одного брата. А меня стали братья посещать, многие. А я их стал рассылать в эту группку, в эту группку. И Томх стали посещать. И в группку Михаил Иванович Хорев приезжает. Говорит, не пойму ничего. Сестры молятся. Господи, слава тебе, что ты брата в Сибирь прислал в ссылку. Да задержи его подольше, чтобы он здесь побыл. Говорит, сестры, ну как вы молитесь? Там жена, дети молятся. Папу пришли. Как Богу слушать и кому отвечать? Сестры, вы поймите. Помню, приехали вот братья с Прокопьевска. Саша униженный. По-моему, Петя Бодрак был. Я уже сейчас не помню. Целая группа сестер. А у меня такой маленький домик был. Одна комната, одна кухонка. Там так уместились. Пели хорошо. Я что-то так вот очень уж рьяно стал говорить против регистрации. Говорю, кто-то, говорят, что подумаешь с регистрацией. А мне вот что? Первый срок, сразу второй. Восемь месяцев под следствием. Десять лет. Второй срок. А перед судом два высших чина КГБ приходят. Хочешь домой пейти? Конечно. Мы так сделаем. Завтра суд. Из зала суда пойдете домой. Восемь месяцев за счетом сроком и все. Я говорю, ну от меня, наверное, ведь что-то надо. Конечно. Но очень немного. А что? Откажитесь от совета церквей и в любую регистрированную общину. И вы уже дома. И все. И все. И я не преступник. Не преступник. Да что ж вы меня держите, если я не преступник? Ну как я откажусь от братства? Говорю, вот нам что стоило. Говорили, говорили. А потом Саша говорит, пойдемте в коридор. Выйдем. Вызвали там меня Петя. Говорю, брат, прости, говорит. Мы же зарегистрированные. Ой, мне так неудобно стало. Я ж... Я бы тактично обошелся. Я думал, что уже они все по... Ну вот и такие были трудности. Но, слава Богу, еще ссылка практически не кончилась. Несколько дней оформления документов. А братья уже с Ясной Поляны приехали. Поехали, брат, проводить общение. Опять первое общение. И у меня вот на память осталась фотография. Отец брата Валентина. И мы с ним стоим вместе, покаявшись душой. Вот Лена там стоит. И все-все вспоминается. Помню тогда мне скрипку преподнести. Сыграйте что-нибудь. Ну а как сыграть? Девять лет я ее не видел. Как сыграть? И подали. Ну я так отошелся как тактически. Говорю, братья, ну там многие из немцев были. Простите, я не сыграю, почему она в СССР сделана. Но они так поняли меня. И это все запоминается. Ну а больше всего, конечно, помнится вот на сибирских нивах, что Господь позволил. И я не вспоминаю большие общения. А мне хочется вспоминать такие особые случаи. И знаете, я больше восхищался небольшими общениями. Я восхищался, когда вот брат, ваш благовестник, рассказал, когда плыли на лодках с огромным трудом, преодолевали расстояние по порогам, по камням там, добрались до далекого селения, обошли все селение, шесть часов вечера, ни одной души. Пять минус седьмого ни одной души, пол седьмого ни одной души. И мы такие пошли вот опять к своим лодкам. А там рыбак идет с удочками, крючки распущенные, качается, наловился, видно, да? Кто вы такие? Вот пришли Христе сказать. И никто не сходил, что, может, вы пожелаете? Пожалуй, послушаю. И вот одному проповедовали. Я думаю, Господи, хватило бы меня сил? Наверное, нет. Всегда как-то уныние посещало, когда неудача. Но вот в этом-то плане и проверяется преданность благовестникам. Я, конечно, читаю вот из такой Библии, которая для меня очень дорога. Эта Библия принадлежала моему отцу. Потом он передал ее сестре. Эта сестра очень хотела встретиться со мной после зоны, вместе с Илки жить. Господь мне подарил в этой сестре настоящего друга. Все, что удалось написать в зоне, через нее Бог помог переправить. Но болезнь рак ее сразила, она умирала. Но жила надеждой, что увидится. А в том, помню, мне пишет письмо Серафима Юдинцева, Серафима Юдинцева, секретарь тогда совет родственников, «Брат, что ты ее держишь? Что ты ее мучаешь? Отпусти ее в вечность!» Я написал прощальное стихотворение. Она ушла в вечность на второй день. Но она оставила мне эту Библию. И на этой Библии она оставила свое четверостишье. «Научись встречать беду, не плача. Скоробный миг не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах И слабеет, если скор успех». Для меня это было тоже как руководство. И мы встречали очень много трудностей на сибирских Нивах, но Господь помогал преодолевать. Помню, когда были на Дальнем Востоке, вот Славик Сельбана. Ну, его еще тогда не было. Тогда уверовали там группа каратистов. Человек восемь. А мы провели общение и намеревались попасть к язычникам, нанайцам глубоко в тайгу. Ну, нам дали пикапик такой. Мы в этот пикапик поместились девять человек. Да еще виланчели с нами. Ну, представляете, как едем. Едем в тайге уже часа два. Вдруг обгоняют мотоциклисты. Потрые на мотоцикле, три мотоцикла. Что такое? Станавливаются, снимаются шлемы, каратисты. Что такое? Мы удивились, что вы к нанайцам поехали. Мы решили ехать вас защищать. Ну, думаю, что за защита? Будет ли польза? Ну, когда приехали в это село, знаете, действительно, жалкое зрелище. Поголовное пьянство. Стали приглашать. Они, знаете, на мотоциклах ездят. Выходит на найц, говорит, иди сюда. Говорит, а это ваши? Я говорю, наши. Если сейчас не прекратят ездить шуметь, вытаскивай двухстволку, буду палить. Скажи. Ну, я, братья, говорю, не надо. Все. Приглашать едем. Икру несут. Возьми икру. Да мы на благовестие. Возьми. Ну, сколько? Денег на найцу не надо. На найцу водка надо. Нельзя водка. Христос не велит. О, на найце другой Бог. Леший там и все, что скажет вот этот. И трудно было созвать. Сестры рады. Везут старушку на машине. Ну, думаю, ладно, старушка. Отвалили дверь. Она в кювет вывалилась. Пьяная совсем. Боже мой. Ну, и Бог помог. Значит, в школу пошли. А учительница, якутка, говорит, вы знаете, я православно крещеная. Я так рад. Я сейчас попробую. И вот все учителя и ученики идут. Наполнился зам. Но знаете, как трудно было проповедовать? Я обычно не испытываю трудности в подборе слов. А там я не мог. Но я не знаю, как им сказать. Что не скажешь, непонятно, непонятно, непонятно. А я уже тогда говорю, скажите, друзья, убивать хорошо, плохо. Воровать хорошо, плохо. Пить водку хорошо, хорошо. Господи Боже, Господи Боже. Вот такие люди жалкие. Я говорю, хорошо, ну вот вам посетили. А уже посещали. Французские миссионеры здесь были. Я говорю, и что они вам сказали? А мы контракт заключили на поставку икры. Ну, думаю, Господи, ну что им сказать? Вот такие селения. Я бы еще мог много-много-много, хоть несколько примеров. Заобь заехали. Варьоган, Йоган. Такие нанайцы, эти ханты-манцы селения. Провели благовестие, уехали в другое. Приезжаем на ночлег. Вышка метров сорок. Человек на одной руке висит на вышке. А Петр Найден у нас был благовестник. И шофер говорит, это самоубийством, наверное, заниматься будет. Неужели? Встали. Он побежал, людей вызывают. Люди, посмотрите. Ведь этот человек, наверное, бросаться будет. А пусть бросается. Там так просто смотрят. Пусть бросается. Шаман сказал бросаться. Надо бросаться. Люди живут на реках. Выросли на реках. Плавать никто не учится. Нельзя. Если лодка перевернулась, никто спасать не будет. Шаман говорит, вода берет, это совсем хорошо. Не надо. И вот так. И большинство до сорока лет не дожимает. Иду в тайгу, в горло стреляют себе. Вот такие люди. Пьянка поголовная. И мы там благовествовали. Даже немцы были. И покаялись несколько душ даже кто-то. Вот. Я не знаю, есть ли там сейчас группа или нет. Варьёган селение. А потом уже утром уезжать. Здесь приходят двое довольно молодых из хантов. Вот, отец, спаси. Я говорю, в чём такое? Шаман сказал, стреляться я должен. Семь братьев утонули весной, никто не спас. Я один, говорю, тебе пора к братьям идти. А я ещё молодой совсем. Отец, спаси. Я никому не нужен. Никто не любит. Я говорю, Христос тебя любит. И, друзья, запели «Любовь Христа безмерного века». Как они разрытались. Этот просил прощения. Господи, я тебя не знаю, но ты прости меня. Я говорю, вам надо всё. Мы уезжаем, но Бог будет с вами. Вас ещё посетят. Ну, мы где-то на сборы часа два-три потратили. Выезжаем из селения. Сидят они двое у обочины. Трёхлитровая бутыль с ними. Я говорю, что вы делаете? А мы вот решили последний раз отметить наше покаяние и больше не пить. Такие люди действительно, вот как, о, Боже, пошли к нам несчастным. Но это всё, конечно, думаю, вот когда Валентин говорил, перечисляясь народа, 30 народностей было, да, я помню, список они подали. 30 народностей. А сейчас, наверное, уже ни одного не осталось. Народа север и северных меньших, где бы не благодовесывался Евангелий. Я думаю, наверное, все всё-таки услышали весь Евангелий. Слава Господу! Ну, особо хочется подчеркнуть некоторые особые трудности и особые благословения. Когда мы были в Иркутске, благовествовали, сняли дворец культуры. Заведующий дворца культуры очень расположился, хотя, говорят, сейчас ещё не дают. И, знаете, расположился так, что ночью сидел и печатал пригласительные на наше собрание. Но удивительные, я бы вот показать мог, брать, вот уникальные пригласительные. Значит, Бланочек – делегат 26-го съезда КПСС. И на этих Бланочках он печатал приглашение. «Приглашаем на богослужение и евангельских крестьян баптистов». Заведующий дворца, но какие они были непросвещенные, хотя бы ли старались. И вот мы, чтобы пригласить людей, вышли так на людную площадь, встали, поём и раздаём пригласителям во дворец на вечер. Люди берут и подходит человек, ну, сразу видно, что это человек из зоны. Он сел на корточке, слушал, слушал, потом подходит ко мне резко. «А ты кто такой?» Я говорю, проповедник Христа. «Веришь в Бога?» «Верю, конечно». «В Христа?» «Да!» «Чем докажешь?» Я говорю, «тем, что с Украины к тебе приехал, тебе бесплатно о Христе сказать». «Мне что ли лично?» «Тебе лично?» Пожал плечами, сел, слушает, потом резко отзывает брата Виланчеста. «Иди сюда!» «Отвёл, распахивает бушлат, финский нож, троих завалил. Простит твой Бог мне или мне?» Говорит, простит. Если он разбойника простил и тебя, ну, оставь это, ведь ты радости не получишь никогда от такой жизни. Оставь, приходи во дворец. И когда во дворце мы стали исполнять гимн Николая Мельникова, о тебе повел Спаситель, сказали, что он за два дня до смерти, он написал, после десяти лет лишения свободы, вдруг с задних рядов закричал тебе, «Колька, Колька, вот где я встретился с твоими друзьями, Колька, ты один человек там был в зоне, Колька, дружище милый!» Мы прекратили пение, и все, он говорит, что мне делать? Ну, мы говорим, если ты знал, Колька, ну, будь хоть немножко похожа на него. И когда последний псалом стали петь, он бегом пробежал вот так к сцене, упал, рыдал и отдал сердце Иисусу. Но были у нас такие случаи, когда, кажется, совершенно непонятно. Мы очень рады, когда Господь нас благословляет. Но в Священном Писании, в Деяниях, апостолах мы встречаем места, когда апостол Павел говорит, не были допущены духом, а в другом месте воспрепятствовал кто? Сатана. В 10 главе Даниила мы читаем место, когда ангел говорит Даниилу, что молитва не услышана, я пришел бы сразу, но князь царства Персидского стоял против тебя сколько дней? 21 день, да? И вот эти простояния есть, они будут обязательно. И нам их надо уметь преодолевать. Вот когда мы не подготовлены, иногда кажется, что ж такое? Мы едем уже второй раз, по-моему, в Сибирь, туда за ок поехали, и там надо переправляться через ок, пустынное место. Только заезжают, паром переправляются, и когда наш автобус стал заезжать, задом сдавать на паром, а там он апарель называется, такая боржа, с задних колеса заехали, он просел, и пробивается дно. Вытекает масло, приехали. Что делать? 3000 километров от родного дома, селение где-то километров за 50, вечер, тягачом вытащили на берег, стоим, паром отправляется, потом бежит молодой помощник капитана, поехали все-таки с вами, ну что вы, тут никого нет ночью, тут чеченцы, тут все распоряжаются, что вы тут останетесь? Ну, решили, затащили опять тягачом, поплыли, 80 километров плыть всю ночь. Ну, луна светит, мы стали свидетельствовать, он выходит с молодой девушкой, этот помощник капитана, вот, говорит, это моя невеста, мы едем к ней вот в селение, чтобы там объявиться, расписаться, ну хорошо, мы благовествовали, пели гимны, утром приехали, приплыли, нас опять вытащили на берег, паром опять отправлялись, мы попрощались, Лангепас, город, 37 километров, ни души, так, ну, потом послали одного брата в разведку, а сами так зашли в автобус помолиться, почему так, почему так, Господи, ты же знаешь, мы на благовестие, почему так случилось? Я трудно и слово подобрать, я говорю, сестричка, прочитай стихотворение, это она прочитала стих, я знаю, Бог не ошибается, я знаю, Бог творит, что нужно, пусть солнце мне не улыбается, и на дороге скорбь и ужас, как-то бодрились, помолились, тягач, трехосный едет, брат, молодой шофер, поговорили, подарили Библию, оттащил нас в Лангепас, ну и сколько стоит, да что вы, раз я возьму с вас, да что вы, удивительно, на Украине очень хорошо берут, а там в Сибири, говорим, как же так вот так, а вы куда? Да нам Нижневартовск, 80 километров, сегодня первое служение, через шесть часов служения у нас, вот, ой, как бы мне вам помочь, у меня такой Завгар плохой, пойдемте, может вы его упросите, пошли к Завгару, ну, если хочет, пусть едет, подарили детскую Библию, и едет этот шофер с нами, нашего шофера оставили с автобусом, 80, сколько? Нисколько, вы что, вы что? И мы успеваем на служение, но я не буду много рассказывать, там братья на своем трансфер возили, уже полтора месяца прошло служение, и в конечный пункт мы приехали, уже Томская область, Стрижевой поселок, очень интересный там, двое братьев всего, они вдвоем строят новый дом, я утром, только еще так, 7 часов утра, а он уже сходит с мегафоном, везде объявляет, а кто объявляет? Бывший брат, он рассказал в своем обращении, говорит, сюда приезжали, с Новосибирска, сначала, говорит, со мной стал, говорит, брат такой строгий, но он две минуты только выдержал, я так матом говорил себе, он больше не смог служить, ушел, потом приходит помоложе в очках, и начинает, говорит, да вы не смущайтесь, я вот тоже пьяницей был, я даже одеколон пил, я говорю, о, сыночек, для меня одеколон был лучшим напитком, и вот этот брат ходит, возвещает, и второй полный дворец, мы там два служения проводили, утром служение проводим, тогда много народу было, тогда сейчас хуже, меньше, и когда пригласили покаяние, идут люди, смотрю, мои сестрички плачут, ну что такое, ну всем радостно, но тут особое что-то, посмотрел, а на коленях-то стоит та самая невеста, которая на пароме плыла, она так любезно была, пойдемте, у нас там вода есть, даже душ может искупать, да какой там искупаться, на коленях, после молодой этот капитан подходит, оказывается, они в это селение приехали, как раз, вот, отпустите мне вашу молодежь, ну пожалуйста, они побыли там вечером, приходят уже радостные, такое общение было, а у него мама над всеми школами заведующая, вы сходите, она просит пианино настроить, ну пошел утром настраивать, ну меньше пианино настраивалась, чем душа настраивается, говорили, она так воспринимала, говорю, странное дело, вот я преподаватель литературы, вы мне говорите, ну я там старался, есть горько, все такое, я вот этих вещей не знаю, ну вы приходите вечером, наше босслужение вы еще услышите, и вечером особо молились, и мы обычно перед началом уже за пятнадцать играем гимны, а я так смотрю, люди собираются, ну хочется ее увидеть, все нет, потом гляжу вдруг, заходит эта покаявшаяся невеста, этого молодого капитана с сестрой его, а сестра подругу ведет, и сам он заходит, а потом, гляжу, тихонько заходит вот эта завуч, быстро-быстро в самый уголок и села. Слава Богу, мы благовествуем, люди каются, а душа вся к ним, душа вся к ним. И когда уже несколько душ покаялся, я так стою, гляжу, этот молодой капитан поднялся, но не к сцене пошел, а сцены туда в угол, подошел к своей матери, так руку положил на плечо, но встает, головой кивнули, и оба идут на покаяние. Тогда вот я расплакался. Говорю, Господи, вот только сейчас я понял, для чего ты допустил вот такую поломку. Да, Бог не ошибается никогда, милые братья и сестры. И в таких случаях нужно нам всегда полагаться. И поэтому, как много у тебя благ, которые хранишь для любящих тебя, бывающих перед ценами человеческих. Эти блага сейчас особенно близки. Я сейчас очень скромное служение несу, по сравнению, что было. Но вы знаете, воспоминаю всегда, заведу кассету, и все вспоминается. Какой-то город, какой-то брат. Правда, американский психолог Корнеги сказал, жить в прошлом – это пилить опилки. Я себя ловлю на мысленного, Господи, может, это я вспоминаю в такой раз, может, это пилить опилки? Нет. А мне вот эти опилочки хочется вот так бережно из руки в руку пересыпать, и каждую опилочку очень бережно куда-то запомнить и сложить. Самое радостное воспоминание. Благодарю Господа, что это холодная Сибирь, а такие горячие сердца милых братьев и сестер. И вот этот факт, что столько собралось, столько уверовало – это наш общий труд. Когда он вместе сочетается, вот тогда эффект получается. Когда мы приезжаем, кто-то перед нами что-то делает, тогда и получается. Были, правда, и такие случаи. Приезжаемые очень далеко прилетели, аж на Дальний Восток, а брат чешет вот так затылок. Ох, куда же мне теперь воздеть? Ну, тогда, конечно, несколько, знаете, такое сникнешь. А в общем, только благодарность Богу. Я думаю, мы будем благодарить. Но слово тебе, милый друг, я всегда хочу первым дать слово тем, кто сегодня не сможет сказать «благодарю Господи». Потому что написано «радуйтесь, праведное, а Господи правом прилично словословить». «А если бы я видел беззаконие в сердце моем», в 65-й псалом 18-х, Давид пишет, «то не услышал бы меня Господь. Если ты, милый друг, видишь какое-то беззаконие в сердце, упущенные годы, или еще ты, может, прости Господу, не сказал, или формально сказал, а сердце не отдано, чтобы не получилось, как у пророка Исаии, приближаются ко мне люди, которые устами, языком чтят, а сердце далеко, мир и радость найдет, и блаженство, кто себя отдал полностью Иисусу. Может, твое сердце не полностью отдано Иисусу, отдай его сегодня. Ты не пожалеешь никогда. Это блаженство обеспечено, вечность тебе обеспечена, и не только там в вечности радость. Здесь ты будешь ощущать блаженство, жизнь с избыткой, которая не снилась людям, составляющей эти кодексы, мы живем в очень трудное время. Вот-вот-вот-вот в силу войдет организация объединенных религий. Уже в заседании миллениума было тысячи человек в организации объединенных наций. Все они объединяются. И когда индус там выступал, и лозунг пригласил, не только Христос спаситель мира. Один пусть Бог будет, мировой архитектор, но много путей к Нему, а мы говорим, что путь только Христос. И зачем миссионерская деятельность христианская? Громом аплодисментов Его встретили. Вот что сейчас будет, дорогие друзья. И будут навязываться эта новая религия. Вот что страшно. И она будет диктовать условия. Вот что страшно. Но пока есть чистое, чистое, слабесное молоко. И недаром будет записано, по-русски, область области будет спрашивать, не проходила ли здесь истина. Да. Мы читаем 12 главу, в откровении, что дракон, когда не смог поглотить младенца, который жена должна быть родить, и она улетела в пустыню, он пустил из пасти воду, как реку. Он пустит эту мутную воду, чтобы в этой воде скрылся живой источник. Вот что страшно, дорогой друг. Но сейчас он есть. Сейчас ты можешь принять Христа. Чистый источник. Принимай эту воду. Отдай сердце Иисусу. И пусть тебя благословит Господь. Из примеров я ничего не буду уже приводить, а только одно высказывание мальчика-мусульманина, когда мы пробовались среди мусульман, вышли на покаяние, но мне запомнился мальчик-казах, лет 13, он упал на колени, закрыл ладошками лицо, а из-под ладошек слезы текут. И знаете, как он помолился? Иисус, я больше не хочу тебя распинать своими грехами. Я, наверное, никогда не забуду этой молитвы. Знай, дорогой друг, если ты во грехах, ты все еще распинаешь Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok